всем привет 12 октября продолжаем работать в этом обзоре мы с вами обратим внимание скорее больше на западные рынки и на западную точку зрения по поводу фондового рынка глобального ну разумеется вот те выводы которые делают эксперты причем западные эксперты крупные инвесторы они безусловно будут касаться и российского рынка чтобы там не говорили что российский рынок у нас а несколько оторван от глобального рынка конечно по факту где-то по каком как по каким-то критериям это так но все равно мы сами должны понимать общее настроение ну давайте ближе к делу начнем с того что да действительно индекс smp 500 это индекс на ваших глазах это дневной диапазон но фактически находится в медвежьей фазе и тут даже видно невооруженным взглядом но вот один из достаточно известных инвесторов во всем мире рейдалио вы знаете этого управляющего сейчас он уже бывший управляющий крупнейшего в мире хедж фонда вот буквально недавно заявил вот букв на этих днях о том что рынки финансовые ждет идеальный шторм буквально цитата по рейтерс что он включает в это понятие идеальный шторм но я так понимаю что будет валиться наверное все на рынке и корпоративные сегменты и облигации и фондовый рынок и товарный рынок и все 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 и даже золото и биткоины все полетит в стартары но понятно что это пока только рассуждение разговора и вот давайте сейчас попытаемся а собственно немножко разобраться на что имел ввиду рейдалио и вообще почему такие настроения витают и смотрите что получается рейдалио говорит что когда был 2020 год мы с вами знаем что мы переживали корона кризис в этот год власти финансовой власти например фрс да и вообще во всем мире активно поддерживали экономику грубо говоря печатали деньги печатали доллары активно кредитовали под практически минимальные нулевые ставки или около того ну и разумеется все это было направлено на поддержку рынка труда и на поддержку реального сектора экономики по итогу экономика накачалась огромным количеством денег причем дешевых денег ну и соответственно как результат это постепенный рост цен в экономике и инфляция но на тот момент конечно все думали что инфляция это дело временное и очень часто об этом говорил сам джером паул это глава федеральной резервной системы сша но по идее сегодня мы видим что инфляция разрастается и более того к целевым значениям она скорее всего уже может быть даже не придет уже такая точка зрения существует меня в данном случае мы говорим про экономику штатов и вот давайте далее вот этот раздутый так называемый пузырь как его называет рейда лед то есть вот эти деньги которые были пущены в экономику они фактически сформировали пузырь который сейчас схлапывается да то сейчас мы наблюдаем с вами обратную историю когда деньги уже начинают портить экономику в виде растущих цен в экономике инфляции вот эти деньги надо обратно что называется пылесосить то есть по сути говоря обратный выкуп федеральной резервной системы сша опять начинает продавать обратно те облигации которые она выкупала ну и соответственно доллары в результате выручки в результате продаж этих ценных бумаг поступает на счета фрс это в идеальном случае но поедем дальше рассуждать мы знаем что в последнее время на этом фоне на фоне ужесточения держно кредитной политики то есть рост процентных ставок плюс удорожание товарно-сырьевого рынка все это привело к чему но мы знаем что в последнее время все практически центральные банки мира вот в частности мы уже говорим про фрс повышали процентную ставку и еще будут повышать процентную ставку что кстати говоря и является скажем так ключевым риск-фактором для глобальной экономики для глобального рынка и в результате этого мы увидели что доллар на мировом рынке вырос вот на ваших глазах это дневной диапазон это по сути говоря курс доллара по отношению к остальным валютам таким как евро японская иена фунты стерлингов и так далее то есть вот корзина валют и вот здесь мы видим что стоимость доллара к валютам сейчас находится на максимум за последние 20 лет и это еще не все мы понимаем что товарно-сырьевой рынок сейчас он тоже но не то чтобы перегрет но вот например мы видим что сегодня по крайней мере вот на момент записи этого видео нефть марки бренд растет ну почему она растет мы с вами знаем эту тему обсуждали потому что опек сокращает добычу вот и представьте что какая-то страна покупает нефти на мировом рынке на мировом рынке на глобальном вот на товарно-сырьевом нефти номинируется в какой валюте правильно в долларах сша то есть для того чтобы какой-то стране купить условно говоря баррель ей сначала нужно купить доллара на рынке и за эти доллары купить нефть и тогда когда растет курс доллара на мировом рынке валютном плюс растет нефть сама по себе либо природный газ либо пшеница неважно сейчас мы говорим про в глобальный товарный рынок то сами товары тоже дорожают и это все ведет к увеличению роста цен в той стране где эти все покупки осуществляются вот и получается что инфляция растет и банки начинают поднимать ставки но и это еще не все казалось бы мы эту тему знаем и это достаточно банальная схема а теперь смотрите что происходит далее вот мы с вами несколько упустили и я в телеграм-канале кстати если вы не подписаны на телеграм-канал про деньги рынке приглашает обязательно сделать потому что там я публикую каждое утро общую картину дня и вот сегодня я буквально короткой строкой вот буквально там в одном и двоих абзацах изложил суть ситуации в британии то что произошло вот нам в этих днях и происходит но здесь я продублирую коротко эту историю дело в том что новый премьер-министр как у них там правильно называется ли страсс она сделала такую штуку она решила во первых зафиксировать цены в экономике в частности на газ на электроэнергию на в целом и на энергетическом рынке внутреннем и плюс ко всему снизить налоги на корпоративный сегмент и в итоге получается несколько нелогичная схема вот представьте что компании энергетические продают электроэнергию и продают они дороже установленной цены правительством естественно эти компании несут убытки потому что нефть дорожает природный газ дорожает все это влечет к увеличению стоимости на энергоносители и на электроэнергию и вот эти убытки по идее по замыслу должны были компенсироваться бюджетом а бюджет если не будет недополучать налоги то что налоги собираются снижать естественно будет дефицитным то есть за счет чего компенсировать эти расходы которые несут энергетические компании вот и получается какой-то замкнутый круг и все в результате всего этого понимая что ставки неизбежно будут завышены и нужно как-то деньги привлекать в великобритании наблюдается резкий спад корпоративных облигаций то есть облигации буквально обрушились обвалился фунт и стерлингов это было в конце сентября и банк англии срочно вышел на покупку этих самых облигаций на покупку для того чтобы они совсем не обвалились в дно что называется и вот эта процедура она называется количественным смягчением то есть смотрите вместо того чтобы бороться с инфляцией и как можно больше забирать лишнюю ликвидности деньги из оборота чтобы цены снизились в экономике путем повышения ставок либо обратным выкупом точнее продажи облигаций и соответственно изымание ли излишней ликвидности банк англии наоборот вынужден вмешаться и наоборот вливать фунты стерлинги то есть это все вич от еще дополнительному росту цен в экономике это еще дополнительный удар по скажем так ценам да и цены еще выше будут скорее всего расти вот в настоящее время этим заинтересовались и озадачились пенсионные фонды великобритании ну и соответственно здесь уже наблюдается некая серьезная проблема вот глядя на эту ситуацию которая сейчас происходит великобритании например вот вышла новость то что фонды корпоративных облигаций тоже обвалились это условно етф которые раньше у нас были достаточно популярны до замораживания активов до 24 февраля так вот эти етф например если бы вы инвестировали етф который ориентирован на корпоративные облигации и вот представьте давайте посмотрим как он выглядит сейчас в сша крупнейший фонд он находится на минимуме смотрите вот это график дневной но давайте лучше переведем его на недельный то есть здесь фактически мы с вами наблюдаем что стоимость етф который ориентирован на облигации корпоративного сегмента сша сейчас торгуется на уровне июля 2009 года то есть достаточно мощное движение вниз сама управляющая компания black rock тоже находится в даун тренде и более того вот это падение но ну по крайней мере здесь видно что она ничем не останавливается это причем недельный таймфрейм на этом фоне также мы видим что в целом индекс s&p 500 под давлением и так далее я все друзья это к чему подвожу я это подвожу к тому что представьте как вот я писал в telegram канале про деньги рынке что вдруг фрс тоже также по примеру банк англии будет вмешиваться и поддерживать долговой рынок а почему надо поддерживать но потому что в компании которые ранее занимали деньги на долговом рынке выпускали облигации таким образом привлекали деньги сейчас их долг ничего не стоит да то есть они фактически обнуляются и соответственно компании которые обратно должны по номиналу выкупать эти облигации несут огромные убытки и последующие долговые да вот эти все программы то есть перезанятие денег так сказать то есть теперь кредитованием под уже новые большие ставки под крупные ставки просто-напросто может привести компанию либо к дефолту либо к банкротству да тут другого не дано но и вся эта история конечно она добавляет нескольких таких мыслей на самом деле негативных и мы здесь вспоминаем вчера вот буквально эту тему обсуждали даймон это руководители компании банка точнее джип и морган мы вот вспоминаем вот дрэй дали у который тоже в общем-то подключился к этому флешмобу да по поводу увеличение долгового времени и понимаем то что происходит великобритании в главной экономике одной из главных экономик в европейском сегменте до в западной экономике поэтому друзья вот эту ситуацию мы должны с вами тоже понимать да то есть мы должны сами эту цель тему оценивать как потенциальную угрозу в перед на перспективу примерно может быть 36 месяцев вперед то есть если вот такова история будет дальше продолжаться и цены дальше будут расти фрес будет дальше повышать процентные ставки то мы с вами будем видеть дальнейшее падение долгового рынка что реально приведет достаточно серьезным последствиям на финансовом рынке но исходя из этого мы с вами тоже должны брать во внимание какие варианты могут быть у нас для российского рынка понятно что российский рынок несколько еще раз повторюсь отделен но не будем так сказать полностью закрывать на это глаза ведь все в любом случае взаимосвязано и волна распродаж она коснется буквально всего мира поэтому друзья набираемся к терпения смотрим за развитием событий и еще в заключение так сказать вот все отскоки которые сейчас на рынке происходит но я считаю что по крайней мере на российском рынке сейчас преждевременно принципиально принимать какие-то решения вот на покупку долгосрочную перспективу до спекулировать по отдельным позициям вполне возможно но я думаю что на долгосрок еще предстоит нам увидеть более низкие значения и берем во внимание черт повторюсь вот всю эту схему по поводу сделок если вам интересно интересные обзоры по поводу сделок инвест идеи либо стратегии торговых закрытый канал тоже будет ссылка в описании под этим видео в первом прикрепленном комментарии на этом пока наверно все до встречи в эфире и удачных вам решений на рынке пока